На часах 20.30. Время новостей на Первом Приднестровском. В эфире Кэп-студия Оксана Ступа. Здравствуйте! И начинаем с главного. Приднестровье смягчают карантинные меры. Ограничения будут снимать поэтапно. Уже завтра начнут с автомастерских и ателье. Но расслабляться рано. Шаг по смягчению пробный. Если статистика по заболеваниям ухудшится, ограничения вернут. Подшить платье или отремонтировать машину – теперь не проблема. Уже завтра в Приднестровье открывают ателье, мастерские по ремонту обуви, автомастерские станции техосмотра. Те места, где легко избежать массового скопления людей. Начинается первая фаза по смягчению карантина. Все требования безопасности при этом под жестким контролем. Маски, перчатки, дезинфекция обязательны. Посещение любых объектов только в масках. И, естественно, обработка соответствующих помещений, которые будут открыты. С 11 мая, в зависимости от складывающей ситуации, а складывающая ситуация зависит от нас самих, будем принимать решение по открытию иных торговых объектов. Любители велоспорта тоже могут вздохнуть с облегчением. С 5 мая крутим педали на свежем воздухе, но строго поодиночке, без компаньонов. Маску можно не надевать. Дело в том, что прогулки на велосипеде – это индивидуальный вид спорта. В отличие от стадиона, либо тех же брусьев во дворах, где дети могут собираться, инфицировать. Где-то он кашлянул, естественно, прикрыл рукой и дотронулся опять до поручня. И, естественно, последовали другие дети за ним занятием спорта этим. Итак, с завтрашнего дня стартует первая фаза по смягчению карантина. Но вирус по-прежнему среди нас. Каждый день в инфекционные центры поступают больные. А значит, победа еще впереди. И здесь все зависит от нас. Не расслабляться, помнить о мерах безопасности, поменьше контактов с людьми и, главное, оставайтесь дома. Это самый действенный способ в борьбе с ковид. Субтитры создавал DimaTorzok